Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Один за всех и все за страну. Бобруйск встретил участников республиканского автопробега. Акция «Символ Едиста» становится уже традиционной, проводится второй год подряд. Где уже побывали патриоты Беларуси? Любовный треугольник. В Чирикове мужчина напал с ножом на жену и ее знакомого. После совершенного 49-летний мужчина пытался покончить с собой. В каком состоянии Егоре супруг? На БИС в городе проходит фестиваль национальной драматургии. Живой диалог с залом, живой диалог со зрителем. Почему театр начинается с вешалки? А также оперативная обстановка, полная закрома и долгожданный бэби-бум. В стране увеличивается число многодетных. Как государство поддерживает семьи? Решение задач здесь и сейчас президент принял с докладом руководство МВД. Основной докладчик Иван Кубраков в числе участников госсекретарь Совбеза и замглавы МВД. Как отметил министр, оперативная обстановка в стране контролируемая, а работа по профилактике преступлений дает результат. Количество убийств и тяжких телесных повреждений в нынешнем году упало на 17%. Люди наши уже знают и понимают, что в последнее время мы много занимаемся совершенствованием системы управления в нашем государстве. В том числе и, наверное, прежде всего, что касается военной составляющей. В силу той ситуации, которая складывается вокруг Беларуси, да и внутри проблем хватает. Поэтому, думаю, в этом ключе, в этом русле мы обсудим и сегодняшние вопросы совершенствования деятельности Министерства внутренних дел. Все должно укладываться в единую концепцию и действовать мы должны адекватно в ситуации. Я намекаю на то, что лишних денег никогда нет. Не было и их не будет. И если надо, значит надо. Если можем потерпеть, значит надо потерпеть. В плане расширения, может быть, даже каких-то трат на обеспечение жизнедеятельности наших военных подразделений, вообще силового блока. На заседании говорили и о подготовке кадров. Иван Кубраков предложил открыть в Могилеве лицей МВД. Однако Александр Лукашенко поручил создать такие учебные заведения во всех остальных регионах страны. Отыграть назад не получится. В Черикове мужчина напал с ножом на жену и ее знакомого. По данным следствия, муж вернулся из командировки утром 12 ноября. Дома возник конфликт. Супруг нанес несколько ударов ножом к женщине и гостю, который бросился ее защищать. Пострадавшую обнаружили врачи скорой помощи возле дороги и вызвали милицию. Женщина от полученных травм скончалась в больнице. После совершенного 49-летний мужчина пытался покончить с собой. Подозреваемый и второй пострадавший госпитализированы. Следователями возбуждено уголовное дело за покушение на убийство двух человек. Символ единства. Бобруйск встретил участников республиканского автопробега. Всего патриоты Беларуси планируют посетить 118 районных центров. В исторических местах устанавливают информационные таблички с QR-кодом и проводят многолюдные митинги. О километрах памяти Татьяна Горбач. Стремление видеть нашу страну сильной и независимой продолжает объединять белорусов. У мемориального комплекса в Сычково в Обручане встречают участников республиканской акции «Символ единства». Этот масштабный автопробег, приуроченный к году исторической памяти, стартовал 12 сентября в Полоцке. Исплотил людей разных возрастов, профессий и увлечений, влюбленных в Беларусь. Мы с радостью сегодня встречаем нашу общественную организацию патриотов, присоединяемся к акции «Символ единства». Автопробег – это единение нашего народа, наших профсоюзов, всех трудящихся, в том числе и города Бобруйска. Мы вместе, мы за процветающую Белую Русь. Акции такого рода в очередной раз позволяют нам отдать дань уважения нашим предкам, которые сражались за нас. Объединиться, почувствовать себя единым целым, почувствовать себя одним народом. Еще раз всем показать и доказать, в том числе и всему миру, что мы едины, что мы не победим. Акция проводится по инициативе Республиканской общественной организации «Патриоты Беларуси» при поддержке Федерации профсоюзов. В области автопробег стартовал 10 ноября. Позади уже десятки населенных пунктов. Следующий – Бобруйск. На площади Победы многолюдно. Вместе под государственным флагом трудовые коллективы, общественность, молодежь. Тот самый случай, когда один за всех и все за страну. Наследники подвига белорусского народа искренне поклоняются героям Великой Отечественной. В подарок горожанам – макет Беларуси с символическими шестеренками. На аллее героев устанавливают информационную табличку с QR-кодом. Здесь можно узнать все о месте, которое чтят благодарные потомки. Бобруйск – супер город. Люди очень доброжелательные. Видно, очень много народу для выходного дня собралось. И это очень радует, что у нас очень много патриотов в Бобруйске. Акция – символ единства. Она становится уже традиционной. Проводится второй год подряд. И главная ее цель и задача – объехать все 118 районов нашей страны. И тем самым объединить их. И в этом году мы сплочаемся вокруг сохранения исторической памяти. За четыре дня автопробег побывает во всех районах области. Участники проедут 1200 километров. Завершится патриотическая акция в конце ноября. Каждый населенный пункт внесет свой вклад – деревянную шестеренку в общий часовой механизм, который соберут в финале. Символ того, что белорусы едины. И в этом наша сила. Татьяна Корбач, Максим Галеонко, Вобруйск, 360. Энергетическая безопасность, здоровая нация и полная закрома. В Беларуси собрали рекордный урожай гречихи. Какой рубеж перешагнули аграрии. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Объединенный рынок энергии Белоруссии и России готовится к запуску. Он должен заработать с 2024-го. Бонусы от этой интеграции принесут дополнительные преференции отечественным предприятиям. Сейчас цена на газ для нашей республики наиболее выгодная из всех стран СНГ. 128 долларов за тысячу кубометров. Хранилища заполнены на 100%. Более 40% населения страны планируют привить против гриппа к декабрю. По заключению медиков в республике наблюдается стабильная эпидемиологическая ситуация, однако велик риск наслоения разных инфекций. Что касается защиты от COVID-19, то в Беларуси имеется спектр вакцин. На днях Китай передал очередную партию гуманитарного груза. 2 миллиона доз и столько же шприцев. В Беларуси собрали рекордный урожай гречихи 47 тысяч тонн. По картофелю республика перешла рубеж в миллион тонн. По сахарной свекле в 4 раза больше. Эти объемы позволят обеспечить продовольственную безопасность, произвести хлеб, муку, макароны, кондитерские изделия и снабдить животноводство полноценными кормами. Срок уплаты транспортного налога истекает 15 ноября. Уведомления можно посмотреть в личном кабинете мобильного приложения МНС или на официальном сайте. Те же сроки и условия касаются имущественных платежей. Квитанции пришли и тем, у кого одна жилплощадь. Нарушителям грозит административная ответственность в размере 40% от взноса. В стране увеличивается число многодетных. За последние десятилетия оно выросло в два раза. Трех и более ребят воспитывают 120 тысяч пар. В республике с 2015 действует программа «Семейный капитал», на которую государство направило уже свыше 3 миллиардов рублей. Средства пошли на улучшение жилищных условий, оплаты обучения и медицинских услуг. Билет в мир искусства. Фестиваль национальной драматургии в самом разгаре. Со всей страны в Бобрус съехались артисты, критики и просто ценители прекрасного. В списке 11 участников. В программе театральные постановки, круглые столы, мастер-классы, читки пьес, лекции и экскурсии. За кулисы заглянула Карина Убревич. Виват Театр. Фестиваль национальной драматургии встречает гостей. Как некогда герои «Золотого теленка», артисты и зрители со всей страны соглашаются ехать в Бобруск хоть сейчас. Поистине наш город – прекрасное и высококультурное место. По традиции театральный форум начинается с пресс-конференции. Представители СМИ, гости, члены жюри и критики обсуждают план работы фестиваля. Впереди 6 дней, 8 спектаклей, а также 3 постановки в рамках программы «Эксперимент». Разделен репертуар на три блока – военные, историко-национальные и современные. Историю по вкусу может выбрать даже самый искушенный зритель. Все спектакли очень разные. Они динамичные, яркие, агрессивные или наоборот меланхолические, поэтические. Но это всегда живой диалог с залом, живой диалог со зрителем. И здесь в каждом спектакле есть вопрос нашей национальной идентичности. Как любой другой фестиваль, особенно его художественная часть, творческая, это огромная предварительная работа. Нужно учесть время для личных встреч, для отдыха между спектаклем, чтобы все успели пообщаться. Ведь фестиваль не только это показ спектаклей, это еще и личные встречи режиссеров с директорами, коллег с коллегами, режиссеров с режиссерами. Прочувствовать атмосферу фестиваля гости могут с первых секунд. На всех этажах разворачиваются интерактивы и тематические площадки. Для зрителей это не обычный культурный вечер, а возможность заглянуть в самое сердце театра. Свиньям дал? Каким свиньям? Акурам. Яки собрал с гусей. Ну, молодец, тогда выпьешь пляшечку. Дозволяем. В зале «Аншлаг» церемония открытия начинается с представления членов жюри и презентации участников. В этом году восемь номинаций. Среди них лучший спектакль и режиссура, сценография, мужская и женская роли. Первая постановка – мистическая история на белорусском языке. Черная пананя свежая рассказывает о призраке молодой девушки, который до сих пор бродит по замку. Это душа погибшей возлюбленной короля Сигизмунда Варвары Радзивилл. Я ведаю. Я ведаю, ты тут. И твой пост от тебя, она мелькая, я смотрю, не покидаю. Форум во многом сложился из спектаклей по произведениям классиков – Василя Быкова, Янки Купалы и Алексея Дударева. В рамках феста также проводят театральную творческую лабораторию. В этом году она посвящена актуализации классики. Основную программу дополняют читки пьес и обсуждение постановок. Это хорошая возможность поделиться опытом, обменяться идеями и впечатлениями. Те люди, которые смотрят пьесы, они как бы одухотворяются. И что ли, становятся люди лучше и больше понимают те события в современном мире, которые происходят. С учителем русского языка и литературы ходили. Очень было интересно, очень там военный спектакль был. Я все детство ходила, каждую выходные мы с мамой старались ходить. Но последнее время как-то не складывается, но вот стараемся все равно. Во вторник на сцене Бобруйского театра покажут комедию про Маки. Янка Купала определила жанр пьесы как сценическую шутку, которая основана на народном юморе. В истории переплетаются взаимоотношения двух пар и некий семейный конфуз. Уже на закрытии фестиваля в среду презентуют альпийскую балладу, военную повесть, нежную и трогательную историю любви о сохранении милосердия в ужасных и бесчеловечных обстоятельствах. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Первые шаги к большим победам. В Бобруйске прошел открытый чемпионат по плаванию. Соревновательной площадкой стали дорожки спорткомплекса «Лесной». Возрастная категория от 9 до 13. В программе заплывы вольным стилем и на спине. Среди участников также ребята, которые занимаются в отделении инваспорта. Всего три дистанции. 400 вольный стиль. На следующий день заявлено 50 метров вольный стиль для детей-инвалидов. Там года будут от 9 до 13 года. И 200 комплексов. Турнир включил в себя три соревновательных дня. Кроме местных спортсменов, участие в чемпионате приняли гости из Гомеля и Рогачева. Всего в заявке около 100 фамилий. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будной вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»